Привет, я инспектор гаджет, это голос. Привет, привет. Голос, знаешь о чем сейчас говорят? О трех вещах. О сексе, деньгах и таблетке от Apple. Значит, это актуально. Голос, чтобы нам не отставать от продвинутой молодежи, мы тоже должны эти темы как-нибудь сегодня обсудить. Начнем с секса? Нет, сексом кончим. Закончим. Это кто как. В общем, обсудим тему денег. О, говорят, они не пахнут. Fail Hot News. 43 миллиона американских денег потребовал Майкрософт от Кестаса Эрмоноса за то, что он на своем торрент-трекере раздавал Майкрософт-офис. Бедный. Бедный Майкрософт. Похоже, только ленивый человек не спиратил их продукты. Так, слушания по этому делу начнутся уже в этом месяце. Итак, тему денег закрыли. Голос. На гул. Вообще-то обзор ждем. Ждете? Будут. ViewSonic Web 612. Классическая в нынешнем понимании электронная читалка. Шестидюймовый экран с разрешением 800 на 600. Белоснежный матовый корпус смотрится очень опрятно. Неаппетитных отпечатков пальцев на нем не остается. Под большим пальцем правой руки пользователя оказывается пятипозиционный орган управления. Очень удобный, с тугим отчетливым откликом. Внутри читалки находится полгигабайта памяти. Есть и слот расширения, в который можно установить карту SD. Правда, не более чем 4 гигабайт емкости. ViewSonic Web 612 оперирует со всеми самыми распространенными текстовыми форматами. PDF, TXT, EPUB, HTML, PRC. Не читает разве что упакованные в zip-архивы файлы, но это и не страшно. Имея в доступности 4 гигабайта памяти, можно позволить себе и распаковать архив предварительно. Зато воспроизводит MP3, собственно музыку или аудиокниги, смотря что пожелает слушать владелец устройства. В комплекте с ним идут даже наушники. Огромное достоинство электронных чернил в том, что при чтении с таких экранов глаза напрягаются не больше, чем при чтении с бумаги. До тех пор, пока традиционные дисплеи не сравнятся с E-Ink по этому показателю, электронные книги по-прежнему будут популярны. В том числе и ViewSonic Web 612, как нам думается. Следующая тема для обсуждения – таблетка от Apple. Событие знатное, интернет бурлит, в руках лично я его не держал, но кое-что о девайсе знаю. Во-первых, все хорошо Джобс придумал, только какого буя он забыл ставить камеру? А видеозвонки? А фоточку в социалке поменять? Это я и Эйфелева башня. Она слева. Стиви. Похоже, ты облажался. Гаджет, ты больной. Я? Нет, я как презерватив. Проверен электроникой, даже справка есть. Так, шторот открыл. Давай уже, обзор, обзор, ждем. iRiver B30 Британские ученые еще в прошлом году утверждали, будто смартфоны вскоре окончательно прикончат мультимедийные плееры. Вот вам, британские ученые. Взяв в руки iRiver B30, лучше забыть о давнишнем совете мистера Бонда – смешать, но не взбалтывать. Плеер оснащен функцией ShakePlay. Чтобы музыка зазвучала, его надо просто встряхнуть. Если текущая композиция вам не по душе, встряхнуть еще раз – будет воспроизводиться следующее. Точно так же можно перелистывать фотографии при просмотре фотоальбома. Главное – крепко держать плеер в руке при встряхивании. Внешний плеер достаточно стандартный по нынешним меркам. Дисплей на 2,8 дюйма, жидкокристаллический, 262 тысячи оттенков. Удобные и понятные органы управления. Сенсорная, правда, на ощупь кнопочки не понажимаешь, но это неизбежная дань нынешней моде. Есть даже стереодинамики. Полезная и крайне современная особенность iRiver B30 – поддержка вещания DMB, то есть беспроводной передачи медиапотока на устройства, которые способны его воспринимать. Впрочем, в заснеженной России эта функциональность ему вряд ли пригодится. Сколько мы не пробовали, ни один канал так и не нашелся. Вообще функциональности плееру не занимать. Он умеет принимать FM-радио, записывать звук в режиме диктофона, демонстрировать текстовые файлы в роли электронной книги. При всем при том, iRiver B30 весит чуть больше 100 граммов, вмещает от 4 до 16 гигабайт памяти плюс карточку microSD и даже оснащается съемным аккумулятором, который при необходимости можно будет заменить. Очень удобная в долгой дороге или на скучной лекции штучка. Медиаплеерам явно еще есть место под солнцем. Универсальные смартфоны вытеснят их совсем не скоро. Единственный минус стоимость около 5000 рублей. А вот и СТГ. Самым тупым гаджетом на этой неделе признается мышь. Девайс явно не подойдет девушкам, людям с неустойчивой психикой и зоофилам. Не буду объяснять почему, пусть это останется маленькой тайной. Что поставим? Ха-ха, пяти будет достаточно. Понимаешь, он скорее противный, чем... Голос! Тебе рот дан не для того, чтобы философствовать. Он тебе исключительно для обзоров. Так что давай, используй его по назначению. Google Nexus One Вот, наконец, и давно ожидавшийся гуглофон. Смартфон, который Google выпускает под собственным логотипом. Фактически он создан компанией HTC, поэтому все его аппаратные особенности характерны для новейших смартфонов этой марки. Однако для большинства покупателей он так и останется гуглофоном. Google Nexus One попадает к покупателям простым и незатейливым путем. Его можно купить на сайте самого Гугла. В Россию эту модель завозят несколько компаний. Например, нам предоставили эксклюзивный образец товарищей с сайта гугфон.ру. На аппарат установлена операционная система Android 2.1. А чего вы еще хотели? Гугль все-таки. На нем имеются все необходимые гуглофону фишки. Дисплей Google Nexus One с разрешением 800 на 480 точек и диагональю 3,7 дюйма достаточно крупный. Технология органических светодиодов делает его цветопередачу особенно приятной глазу, хотя под ярким солнечным светом картинка на дисплее различима с трудом. Под немногочисленными кнопками на лицевой панели расположен традиционный для новейших смартфонов HTC Trackball. С задней стороны корпуса глазок 5-мегапиксельной камеры и светодиод подсветки. Управление стандартное для гуглофонов. Сенсорный экран плюс сенсорные кнопки снизу. Достаточно удобно. Аппарат содержит множество датчиков, уровня освещенности, приближения и перемещений в пространстве. Внутри у него гигагерцовый процессор Qualcomm Snapdragon по 512 мегабайт ПЗУ и ОЗУ, слот для карт microSD. Внутри отсека для аккумулятора скрыты гнезда для сим-карты и карточки памяти. Емкость аккумулятора 1400 мАч, довольно много. А учитывая экономный дисплей на базе матрицы AMOLED, есть надежда, что работать будет дня 2-3, даже со всеми свистелками и красивостями. Телефон очень приятный, чем-то отчасти напоминает HD2, но не такой здоровенный и бестолковый. Отличный экран, шустрая ось, хороший софт. Стоит эта прелесть сейчас довольно дорого, около 29 тысяч рублей, но похоже Google Nexus One того стоит. Вот мы и подобрались к самому приятному. А подошли мы к концу. Ты же про секс обещал поговорить. Зачем мне это? Я лучше поскорее отстреляюсь, чтобы каждый смог пойти и расслабиться. Make a love, not war! С вами был Инспектор Гаджет, и помните, я докопаюсь до правды. Чмоки! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok